Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 4 сентября страдания святого священномученика Вавилы и с ним трех отроков. 5. Злосистивый царь Нумериан, это римский император, царствовал 283-284 годы, во время своего пребывания в городе Антиохии устроил большое празднество в честь идолов. 6. В числе жертв, принесенных идолом, была пролита и невинная кровь маленького отрока, сына царского, коего Нумериан взял себе залог твердого и нерушимого мира с одним чужеземным царем. 7. С этим царем некогда он вел войну, и так как они не могли одолеть друг друга, то заключили между собой мир, утвердили его взаимными клятвами и стали друзьями. 8. Удостоверение же непреложного мира и дружбы чужеземный царь отдам Нумериану на его попечение, маленького своего сына, с тем, чтобы он заменил ему отца и воспитал его как свое родное дитя. 9. Слезти принял сего царского отрока Нумериан, вскоре проявил бесчеловечную жестокость. Он нарушил мир с царем, пренебрег своей клятвою, презерел дружбу и собственной рукой заколол царского сына в капище мерзких своих богов. 10. В то время архипастырь Мантиокийской церкви был святой и богобоязненный епископ Вавила, избранный по указанию божественного промысла на престол архиерейский. 11. Святой Вавила – добрый пас стада Христова, образ, бывая верным словом, жизнью, любовью, духом, верою и чистотою. 12. В то время, как совершали идолский праздник и бесчеловечные убийства, епископ, собрав всех христиан, находившихся в Антиохии, святой храм, приносил там бескровную жертву Богу истинному, молясь о своем словесном стаде, чтобы не расхитили его душепагубные волки. 13. При этом он получал в своих словесных овес быть твердыми в вере и не отпадать от церкви во время бедствия. 14. Возвращаясь с мерзкого и человеку убийственного жертвоприношения, нечестивый царь направился к христианскому храму, желая видеть совершение божественных тайн и своим входом во храм, грозя осквернить святыню Господню. 15. Услыхав, что нечестивый царь со всем своим синквитом идет в церковь, ревнитель славы Божией великий святитель Бавила оставил божественный алтарь и, выйдя царю навстречу, остановился в церковных дверях. 16. При приближении царя к храму святитель громким голосом воскликнул, не должно тебе, царю и долопоклоннику, входить в святыню Бога Живого и осквернять ее своим присутствием. 17. Обличая и укоряя царя за его идолопоклонническое нечестие, святой Бавила дерзновенно препятствовал царю и не допускал его войти в церковь. 18. И когда царь подошел еще ближе к церковным дверям, святой Бавила приложил свою правую руку к груди царя, оттолкнул его от храма Божия, так что царь возвратился назад с великим стыдом. 19. Так как с ним были слуги и войско, то он хотел силой войти в церковь. 20. Но божественная сила, действовавшая через святую Бавилу, не попустила нечестинцу коснуться даже порога церковного. 21. Слова Бавилы были страшны для безбожника, как слова ангела. 22. К тому же, ввиду большого стечения народа и многочисленности верующих, царь опасался, как бы ни произошли распри и возмущения. 22. Посему он, молча подавив досаду, разгневанный, возвратился в свои палаты. 23. Но на другой день он повелел предать церковь огню, и, потребовав святителя к себе, стал упрекать его за дерзкий поступок. 24. О, несчастнейший из всех смертных, говорил царь, на кого ты надеялся, когда осмелился сопротивляться моей державной власти и воспретить мне вход в церковь? 25. Разве ты не знаешь, какое великое зло досаждать царю, и какие казни угрожают тому, кто дерзнет обесчестить личность царя? 26. Святой Бавила на это безбоязненно отвечал. 27. Я не смотрю на царя земного и не стыжусь его лица, но взираю на царя небесного и на него уповаю. 28. Я страшусь того, кто поставил меня пастырем своих овец и повелевает мне стереть их от нападений волка и не допускать, чтобы зверь входил в стадо. 29. Не царю я досадил, так как знаю, что такая дерзость равносильно сумасшествию, но удержал того, кто хотел своим ходом оскорбить святыню Божию и осквернить ее. 29. Посему по справедливости тебе следовало бы воздать мне благодарность за то, что я удержал тебя от такого злого намерения. 30. Исполнив его, ты совершенно погубил бы себя, так как бесконечно оскорбил бы своего Создателя отпасть от коего злее всякой смерти. 31. Приличнее было бы тебе, говорил Мумериан, раскаяться о вчерашней твоей дерзости против нас и просить прощения, а ты и теперь еще нам досаждаешь. 31. Не должно нам, христианам, отвечал Вавила, никого из людей не укорять, никому не досаждать. 32. Не досаждаем мы и тебе, ибо не должно бесчестить Создание Божие, сотворенное по образу Божию и по подобию. 33. Однако, если кто восстанет на Бога и наносит оскорбление его святыне, тот не только не достоин почтения, но вполне справедливо его возненавидеть, как врага Господня, по слову Давида. 34. Не ненавидящих я тебя, Господи, я возненавидел. 35. В полной ненависти ненавижу их, враги они мне. 36. Оставь свое многоглаголание, сказал ему царь, и послушай нас, если ты хочешь избавиться от казни за свое преступление и получить прощение, то принеси жертву нашим богам и поклонись им. 36. Запорученное мне стадо, отвечал святитель, я готов перенести всякое страдание и даже умереть. 37. И немного помолчав, сказал, я не могу отречься от Бога моего и служить ложным богам о беззакониях, коих стыдно и подумать. 38. Много говорю тебе, сказал царь, оставь свое многоглаголание и принеси жертву богам. 39. Если же не исполнишь этого, то моя власть так же зло погубит тебя, как золото сам. 39. Уавилу отвечал, у меня было желание избавить тебя от мрака тебя окружающего, чтобы ты мог избежать нескончаемых мучений, а ты себе приготовляешь еще большие муки и других к ним призываешь. 40. Истинно говорю тебе, не можешь ты избежать рук бога живого. 41. Тогда мучитель притворился кротким и стал спокойно спрашивать святого Уавилу, можешь ли ты, сказал он, объяснить нам, что такое бог? 41. Уавилу отвечал, существа божие постигнуть невозможно, хотя бы ты употребил для всего все старание, ибо бог есть вечно сущий царь и творец всего, неизреченный, непостижимый, неподвижащий испытанию умом человеческого. 42. Он сотворил ангелов и архангелов и все другие бесплотные существа. 43. После них он создал человека и даровал ему бесчисленные блага, поставил его царем на земле, по подобию того, как он сам царствует на небесах, и поместил его в раю. 44. Для того же, чтобы человек понял свое высокое назначение и имел признак того, насколько он выше животных, бог привел их к нему и повелел дать имена им. 45. Бог создал человеку помощницу и удостоил его наслаждаться беседой с собою. 45. Неблагодарный человек презрел своего Создателя и с пренебрежением отнесся к его заповедям, а врага своего не сделавшему ему никакого доброго дела никогда и только польстившего ему послушал. 46. Поверив, льстил он его речам. Он праведным судом Божьим был изгнан из рая. 47. Но не злобил и благий Бог, хотя и отогнал человека от себя, однако непрестанно ему благодетельствует, явно показывая, что, несмотря на наши бесчисленные прегрешения, не хочет он нашей погибели, но всячески устрояет наше спасение. 48. Слушая такие речи, Вныриан не мог их понять. 49. Да и как могла уразуметь их его душа, не знавшая благодать и не наставленное в учении веры? 49. Однако из стыда перед стоящими вокруг, чтобы не заметили они его непонимание, он сделал вид, как будто все, что говорил Вавилам, вполне уразумел и похвалил его как человека, рассуждающего вполне хорошо. 50. Затем снова спросил его, а что такое человек? 50. Человек, — сказал Вавила, — существо земное и смертное, но выше всех смертных животных, кроткое, любезное своим близним, хотя мы и сделали слютыми друг другу больше, чем звери. 51. Удивляясь речам Вавилы, но вместе с тем и сам продолжая притворяться мудрым, 51. Но Вавилам клялся своими богами, что Вавила говорит истину и засвидетельствует свою мудрость, если только принесет жертву богам. 52. Одного только и не достает Вавиле, — говорил царь, — чтобы он воздал честь богам нашим. 53. Невозможно, чтобы такой премудрый человек мог бесчестить богов и осмелился говорить против них. 54. И ласково, посмотрев на Вавилу, сказал ему, — О, премудрый старец, принеси жертву богам, и тотчас же я буду считать тебя как бы отцом своим. 55. Клянусь богами, что не лгу и награжу тебя многими имениями в моем царстве. 56. И разными ласками, обещанием больших почестей и богатства, нечестивый царь старался прелестить этого праведного мужа. 57. Но истинный исповедник Христов остался непоколебим в своей вере. 58. Нальстилые слова мучителя он отвечал, — Начало и основание всякого блага есть благочестие. 59. Без него все обещанное тобой благо мне, суть только нищета, крайне огорчение и лишение того, что я имею. 59. Убедившись, что святого Авилу невозможно склонить к злочестию, Нумериан снова пришел в ярость и приказал своему военачальнику викторину надеть тяжелые цепи на шеи и на ноги святителя и водить его по городу, чтобы опозорить его перед всеми. 59. Беззаконник питал надежду, что почти на этот муж, пользующийся славой и уважением от всех, уступиться от такого бесчестия и согласиться исполнить нечестивое желание царя. 60. Когда же надели на святого цепи, царь стал насмехаться над ним. 61. Бог мне, свидетель, говорил, что тебе ловило хорошо ходить в этих цепях, они вполне приличны твоей старости. 62. О, царь, отвечал святитель, ты насмех говоришь эти слова, я же тебе скажу истину. 63. Цепи эти для меня так же почетны, как для тебя твой царский венец, и страдания за Христа так же для меня приятны, как приятна тебе твоя царская власть. 63. Смерть же за бессмертного царя так же для меня желательна, как для тебя твоя жизнь. 64. При святом Вавиле были три отрока, родные братья. Они были юны по летам, но зрелы умом, и духовно воспитавший их Вавилос считал их как бы своими детьми. 64. Следуя за своим учителем, они не оставили его и тогда, когда он был закован в цепи. 65. Взвеном на них царь сказал святому, я думаю, Вавилы, что дети эти, называя тебя учителем, только увеличивают твою гордость, и из-за них ты остаешься непреклонным в своем противлении нашей воле. 65. Если ты, отвечал ему святитель, пожелаешь спросить этих детей, ты увидишь, что они разумнее тебя самого, и узнаешь, что это семена моего учения. 66. Си же это дети, спросил царь. 67. Это мои духовные дети, отвечал Вавила. Я возродил их благодествованием, вскормил по учениям, возрастил наставлениями. 67. И вот в малом теле перед тобой великие мужи и совершенные христиане. Испытай, и увидишь. 68. Царь велел отвезти Вавилу на площадь и заключить ее в темницу. 69. Отроков же призвал к себе и прежде всего спросил их, есть ли у них мать. 69. И мать, и отец, учитель для нас вавила, отвечали дети. 69. Мы возлюбили ее больше, чем мать. Та только родила нас, а он молчает нас разуму и благочестию, и заботясь о наших душах, возводит нас к высоким добродетелям. 69. Но царь приказал тот час отыскать и привезти к нему мать этих отроков. 70. Когда же привезли ее, царь спросил, как ее зовут, и действительно ли она мать этих детей. 71. Она отвечала, имя мое Христодула, дети эти действительно мои. Я принесла их, как начатки моей болезни, в дар Богу, и надеясь, что премудрый Вавила, по печенью коего я поручила моих детей, перенесет их в небесную сокровищницу. 71. Но Мириано разгневался и повелел бить благочестивую мать по щекам, говоря ей, не говори так дерзко с царем. 72. Дети завидя, как бит их мать, говорили, царь обезумел, бьет мать за то, что она говорит истину. 73. После этого царь стал спрашивать детей, как их зовут и сколько лет. 74. Они сказали, что первый из них 12 лет от рода и называется Урваном, второму – Преливиану, 9 лет, а третьему по имени Евполонию, 7 лет. 75. Мучитель прещал их ласковыми речами и дарами, убеждая поклониться идолам. 75. Но они единогласно отвечали, мы христиане и не подобает нам кланяться идолам. 76. Нас научили ведать единого Бога, того, кто сотворил небо и землю, и мы не упоклоняемся, а не бесам. 76. После многих ласкательств, увидев, что дети непреклонны, мучитель повелел бить их, нанося им раны по числу лет каждого из них. 77. Итак, первому отроку нанесли 12 жестоких ран, другому 9, а третьему 7. 78. Дети мужественно терпели страдания и сожалели только о том, что не имеют больше лет, чтобы больше получить ран за Христа. 79. Если вы решили даже убить нас, говорили они, мы не поклонимся ложным богам. 80. Единому Богу Господу Иисусу Христу мы служим. 80. Отпустив их мать и удалив самих детей в другое место, царь опять вызвал к себе Вавилу. 80. Вот, сказал он, дети твои уже поклонились нашим богам, подобает и тебе немедленно самому поклониться. 81. От отца лжи дьявола научились и вылгать, отвечал царю Вавила. 81. Знаю я, что невозможно ни пресчением, ни муками отторгнуть детей от Христа, ибо я хорошо научил их почитать единого истинного Бога и веровать в Него. 81. Тогда царь велел повесить и Вавилу у детей на дереве и сжечь их огнем. 81. Ловила, возведя очи к небу, помолился Богу, чтобы послали малым семь детям крепость свою и даровал им непреодолимые терпения в предстоящих муках. 81. А их самих увещевал мужественно переносить страдания, обещая им великую награду от Христа. 81. Доблестно переносили страдания незлобливые дети вместе со своим учителем, и помощь Божья укрепляла их в терпении. 81. Приказав снять страдальцев с дерева и заключить Вавилу в цепях в одном доме неподалеку от места мучений, мучитель решил еще раз привести детей лаской. 81. Он называл их своими детьми, благонравными и прекрасными отроками, дарил им золото и серебро. 81. Но они в один голос говорили ему, лукавый мстец, для чего ты раскидываешь перед нами многосплетенную сеть твоих прещений? 81. Неужели ты думаешь уловить нас так же, как птиц? 81. Путь уверен, что не будешь иметь никакого успеха, хотя бы ты приложил все свое старание, ибо она сохраняет и покрывает силы Христа, и его силой твоя сеть вскоре будет уничтожена, а мы получим избавление. 81. Затем отроки воскликнули, «О, Матерь наша, благочестие, не отвергнемся мы от тебя! О, возглавный наш учитель Вавила, будем верны твоему учению! Ибо не только один сей царь, но если бы здесь находились многие и летейшие цари и мучители, и те не могли бы нас оторвать от Бога нашего!» 81. Святой Вавила, заключенный неподалеку, услыхав все речи своих учеников, возрадовался радости несказанною и возблагодарил Бога, износ детей, совершающего себе хвалу. 82. Вскоре царь повелел привезти к себе и Вавилу и сказал ему, «Не твои ли это, Вавила, родные дети? Я думаю, что они родились от тебя, ибо своим зонравием они весьма на тебя похожи!» 83. Воистину, отвечал Святой, «Это отроки мои дети, но не по плоти, а по духу! Ибо я до сего времени не искушен плотским похотением и супружеской жизни не испытал!» 84. Непокорный Вавила, сказал царь, «Для чего ты до сего времени пребываешь в своем жестокосердии и мучаешь себя и нас? Принеси скорее жертву Богам, чтобы нам более не утруждать себя и тебе с детьми твоими избавиться от мучений и удостоиться почести и даровать них!» 85. Не подобает ли тебе, как мудрому наставнику, заботиться о детях так же, как о собственной своей жизни, чтобы они не погибали безвременно и быстро, завянув, не скончались в самом расцвете юности?» 86. Но богомудрый Вавила возразил, «Не подобает ли тебе, царь, иметь попечение о своем царстве, вооружаться против врагов и с ними воевать?» 86. А не нас, не повинных, мучить? 87. Ты же бросив все земные заботы, устремился на нас и забывал о врагах, пленяющих страну, воюешь с нами и нас преследуешь. 87. Ты все сие ты делаешь не для какой-либо пользы твоему царству, а только для того, чтобы угодить твоей звероподобной ярости и свирепому нраву, приведенной всеми словами в бешенство. 88. Царь осудил и Вавилу, и детей на смерть. 89. Войны повели святых к месту усечения, а Вавила в это время воспевал слова Давида, «Обрати, душа моя, в покой твой, ибо Господь благодетельствует тебе». 89. Достигнув места, где степи назначено было положить свои головы за Христа, Вавила, поставив перед собой отроков, подвел под меч сначала их. 89. Он боялся, как бы кто-нибудь из них, оставшись после него, не убоялся смерти и не отступил от Господа. 89. Посему он вперед посылал на небо отроков и утешал их, получая не страшительство усечения мечом, потому что они получат от Христа жизнь вечную. 90. Когда же отроки прияли смерть от меча, Вавила с радостью воскликнул, «Вот я и дети, которых дал мне Бог». 90. После сего он и сам подклонил шею свою под меч. 91. При всем он завещал тем, кто будет погребать его тело, положить вместе с ним в гроб и цепи, и оковы. 91. Пусть будут они, сказал он, украшением тела моего. 92. Усеченный во главу усеченный отошел святой Вавила в вышнее селение и предстал с детьми своими предотцом небесным. 93. Честное тело его было погребено вместе с веригами, как то сам он заповедал, умирая. 94. С ним были погребены и святые три младенца. 95. По прошествии многих лет после сего царь Констанций, старинский император, второй сын Константина Великого, царствовал с 337 по 61 годы, 95. Сделался правителем своего царства Галлия, брата Ильяна, сына своего дяди, ибо своих детей он не имел. 96. Галлий по прибытии своем в Антиохию перенес мощь святого Вавилы, пострадавших с ним трех отроков в предместье Антиохии, называемой Дафна. 96. О месте том повествует, что она получила свое наименование от некой девицы Дафны, которая там вскрывалась от Аполлона, как о том говорится в греческих языческих сказках. 96. Здесь находился так называемый Оракул, место, где по верованиям древних греков и римлян боги шумом листьев священных деревьев, журчанием воды и т.д. предсказывали людям будущее. 96. Аполлон, бог древних греков и римлян, посчитался богом света, в особенности солнечного, также умственного просвещения, поэзии, музыки, богом прорицательным, врачевателем болезней, хранителем всякого гражданского порядка. 97. Это место было весьма красиво, обсажено кипарисными деревьями и окружено рощами других высоких деревьев, занимало обширное пространство, отличалось плодородием и имело быстро текущий источник воды. 98. Посреди дафны возвышался идольский храм, в коем находился художественно изваянный идол бога Аполлона. Идол сей, идол давал ответы вопрошавшим его, ибо в нем скрывался бес. 98. Предсказания эти имели характер темных изречений, а истолкователями их являлись жрецы, которые ради своих выгод поддержали в народе грубые соеверия и заблуждения. 98. Седа сходились язычники, приносили идолу жертвы и совершали разные нечестивые игры и беззакония. 99. Вышеупомянутый Галлий, бывший благочестивым христианином и старавшийся отвращать язычников от их беззаконий, хотел разорить находившийся в дафний идольский храм. 99. Но побоялся, как бы из-за этого не поднялся среди греков мятеж, потому что там было еще много язычников, готовых даже умереть за скверных своих богов. 99. Посему Галлий соорудил там небольшую церковь и, как уже сказано, перенес в нее мощи святого вилы и трех отроков, положил их в большом каменном ковчеге. 99. Он надеялся, что нечестивцы, собираясь на то место, мало-помалу станут обращаться ко Христу в виде чудотворения, истекающей от мощей святых. 99. После убиения Галлии и смерти Констанция подсорился Ильян-отступник. 99. Во время похода своего на персов он посетил Антиохии и зашел в храм Аполлона. 99. Совершив перед его идолом жертвоприношение, Ильян вопросил его относительно того, победить ли он персов. 99. Но идол не отвечал ему, потому что с того времени, как в Дафну были перенесены мощи святого вилы, бес исчез и идол замолк, не отвечая ни на один вопрос. 99. Узнав о том от жрецов Аполлоновых, Ильян повелел галилеянам, это так именовались последователи Христа, взять оттуда каменный ковчег с мощами святых. 99. Антиохийские христиане собрались все от малого до великого и с псалмами, песнопениями перенесли мощи святого вилы и трех отраков в город. 99. Окружив со всех сторон ковчег, христиане воспевали, да постыдятся кланяющиеся истуканам, хвалящиеся об идолов своих. 99. Лишь только мощи святых были перенесены из Дафны в город, на храм Аполлонов с неба не спал огонь и истребил его вместе с идолом. 99. Так посрамлены были нечестивые. Верующие же возрадовались и восхвалили Бога. Слава Господу вовеки! Аминь! Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Аминь! Аминь. Богу нашему славу!